друзья всем привет сегодня мы начинаем новый объект на который мы будем делать ремонт ванной комнате в общем сейчас вам вкратце расскажу то что мы здесь имеем то что у нас здесь есть и что мы должны будем с этим всем сделать то есть пока у нас в таком состоянии ванна с обоими на стенах мало очень света очень плохая сантехника и такой вот очень неприятная неприятный комната в которой даже находиться очень скажу не очень поэтому сейчас мы будем это все ломать демонтировать и потом мы это все переделаем и сделаем эту из этой ванной уже красивую мы сделаем из ванной уже конфету так что смотрите дальше я покажу как эта ванна выглядит сейчас что мы имеем что у нас здесь есть и старого ремонта что мы сейчас должны переделать в общем ванна как здесь такая большой зазор между стеной ванной почему-то ванна оказалась у нас размером 150 хотя от этой стенки до той стенки у нас 184 сантиметра здесь умельцы закрыли вот этот зазор трубой это вот вентиляционная труба сотка вот этот зазор закрыли с помощью вот этой трубой почему так конечно так трубы идут по наружке и за счет этого у нас ванна не может подойти плотной плотной к стене поэтому желательно конечно трубу заштрабливать чтобы ванна могла упереться прямо в стену в общем вот это вот ванна размером 150 она никак никак не закреплена свободном состоянии так вот экран который тоже при первом воздействии на него начинает разваливаться на стенах у нас здесь обои начинают отходить нам сейчас их надо будет отодрать отклеить стену на шпаклеванные на этой стене у нас приклеена такая пластиковая панель в виде мозаики плиточки такой небольшой так сказать еще такой вот дефейна такой ноу-хау точнее старый вариант использования смесителя один смеситель на две точки то есть на ванну и на раку открывая открывая кран на сразу вода и течет и из лейки то есть мыться в таком состоянии крайне неудобно ну и использовать один смеситель на две точки тоже как-то уже давно не модно в общем дальше что у нас здесь есть унитаз унитаз по желанию заказчика остается старый раком кстати остается тоже старому просто сюда установим смеситель новый так вот эти вот трубы которые вот эти трубы которые идут по наружке нам тоже надо будет убрать потому что некрасиво смотрится вот эти вот краны непонятны для чего здесь установлены счетчики которые которые тоже могли быть спрятаны за стенкой все это все безобразие надо будет тоже убрать далее офигенский полотенцесушитель который почему-то кстати не работает возможно нет горячей воды и вот так вот красивым образом его замазали в общем сюда нам нужно будет поставить нормально полотенцесушитель который будет давать тепло а вот это безобразие нужно будет убрать здесь стоял пластмассовый лючок здесь у нас он просто предназначен был для этих кранов я думаю краны мы эти открыты оставим перенесем их за унитаз ну где-нибудь в том месте мы сделаем еще один люк и где установим щетчики так вот этот короб за этим короб у нас я так думаю идут шланги залив и слив для стиральной машины довольно там спрятались вот поэтому такой большой короб здесь сделали прошлости мастера на полу плитка походу я сделал из того что было потому что здесь у нас прямоугольная плитка здесь у нас почему-то квадратная то есть на эту плитку по-любому берем и сделаем уже здесь нормальную плитку резетка с выключателем выключатель непонятно для чего потому что никакого освещения дополнительного здесь нет резетка кстати тоже не работает для чего она стоит то тоже непонятно так вот здесь них коробочка есть соединение проводов возможно даже они не соединены а просто есть так тоже так ну все патологии с простой крашеной и вот такой вот один светильник с одной лампочки который якобы должен хватить для освещения данной комнаты но здесь света очень мало поэтому я думаю здесь мы сделаем вечерной потолок и установим как можно больше светительников и вентиляция тоже грязная здесь очень пыльно в общем вот такой вот фронт работы который нам нужно будет сделать то что это начальная отправная точка от которой мы должны сейчас оттолкнуться и уже из этого всего то что мы сейчас видели мы должны сделать красивый ремонт но с минимальным бюджетом то есть минимальный бюджет на максимальный эффект так что смотрите и как-нибудь в следующем видео я вам покажу то что у нас здесь получилось то что мы сделали вот из этой ванны комнаты всем пока спасибо за внимание до новых встреч на канале перестройка всем пока пока